Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Таможенные пошлины или там тарифы. Таким образом уже торговая война практически началась и об этом стоит поговорить, потому что она затрагивает интересы всех американцев, как потребителей, так и производителей. Еще в 2016 году Дональд Трамп во время выдвижения в президенты США обещал, что он обязательно выровняет торговый дисбаланс Америки с другими государствами. В первую очередь, конечно же, он имел в виду Китай. Он говорил о том, что ситуация эта ненормальная, когда сотни и сотни миллиардов долларов торгового дисбаланса с другими государствами. То есть мы продаем гораздо меньше, чем покупаем. Критики этого положения говорили о том, что, конечно, торговый дисбаланс – это очень плохо, но с другой стороны, в Америку все везут товары продавать. Ведь американский доллар очень сильный, американская экономика очень сильная и американский потребитель гораздо более щедро покупает гораздо больше, чем мы предлагаем за границу. Но, конечно, что называется, отечественные производители американские были очень этим фактом недовольны и говорили о том, что есть различные барьеры. И даже обращения во всемирную торговую организацию ничего не давали и говорили о том, что вот другие государства, по сути, иногда либо обманывают Америку, либо делают любыми способами, затягивают такие варианты, чтобы американские товары в других государствах не так охотно продавались и закрывают, по сути, свои рынки. Особенно в этом плане, конечно, отличился Китай, о чем мы сегодня поговорим. Но вот первый, как говорится, залп торговой войны сделал президент США Дональд Трамп, когда он подписал указ, подписал исполнительное распоряжение, он подписал его в Белом доме о таможенных пошлинах, о новых тарифах на ввоз импортной стали и алюминия. Я уже однажды рассказывал в своей передаче, речь идет о том, чтобы 25% новые дополнительные тарифы на ввоз стали в Америку и 10% на ввоз алюминия в Америку. И в первую очередь он сказал, что это коснется таких государств, как Китай. Потом выяснилось, что в первую очередь это коснулось не Китая, а, скажем, таких стран, как Канада, Мексика, Южная Корея. Коснулось это и России, и Китая, коснулось это и Евросоюза. Ну, безусловно, в восторге были металлопрокатчики. Сталилитейная индустрия Америки аплодирует президенту. Металлопрокатчики приехали в Белый дом на церемонию подписания новых вот этих тарифов таможенных пошлин на ввоз импортной стали. Заявили, что вот президент США защищает отечественного производителя. Аплодируют они ему. Вот в касках, как вы видите, приехали. Все это, я уже говорил, напомнило сцены, которые уже были в Белом доме, когда президентом США был Джордж Буш-младший. Он тоже тогда ввел дополнительный 30% таможенный тариф на ввоз импортной стали в Америку. Но спустя всего лишь полгода после того, как под аплодисменты работников сталилитейной индустрии Америки, металлопрокатчиков, он подписал тогда этот тариф на 30%. Через полгода, всего лишь через 6 месяцев, Джордж Буш-младший тогда отменил свое решение, заявив, что оно не дало желаемого эффекта, желаемого результата. Не дало потому, что, во-первых, страны, против которых это было введено, приняли ответные шаги и ввели санкции, дополнительные таможенные тарифы на ряд американских товаров и продуктов. А кроме того, подскочила стоимость стали в Америке и против этого дела стала категорически возражать автомобильная индустрия тогда Америки, стали дорожать американские автомобили. Интересно, что и сейчас это происходит. Американские производители автомобилей, особенно в Детройте, категорически возражают против вот этих новых тарифов на ввоз стали и алюминия и уже говорят о том, что и компании Ford, и Chrysler, и General Motors о том, что американские автомобили неизбежно теперь подорожают. На это Дональд Трамп имеет возражение, он говорит, ничего страшного, мы это вам компенсируем за счет того, что, например, Евросоюз и в частности Германия, также Япония и другие государства, не только Евросоюз, а, например, Япония, откроют свои рынки, Китай, откроют свои рынки для продажи американских автомобилей. Пока этого не произошло, абсолютно не происходит, и Трамп говорит о том, что он будет дальше бороться за отечественного производителя, и он не боится торговых войн. Он, например, объявил новые тарифы таможенные против Канады. Замечу сразу, что президент Дональд Трамп объявил вот эту так называемую торговую войну не только конкурентам Америки, не только врагам Америки, но и союзникам, друзьям Америки, потому что он сказал, что вот наши союзники используют нас, пользуются нашей слабостью, или, как он еще говорил во время выборов 2016 года, он говорил нашей глупостью, что наши лидеры глупые, имея в виду президента Обама, очень глупые, и не могут добиться, чтобы вот все рынки нам открыли, и чтобы мы на равных торговали с другими государствами, и он обещал, что если он станет президентом, он этот торговый дисбаланс в сотни миллиардов долларов сведет к нулю и даже приведет к плюсу. Но если говорить конкретно про Канаду, тут Трамп немножко погорячился. У Америки положительная сальда в торговле с Канадой. Но он вначале встречался вот с премьер-министром Джастином Трудо, премьер-министр Канады, и встреча была вроде доброжелательная, потом была еще эта встреча в рамках Большой Семерки, но потом отношения между двумя лидерами резко испортились. Джастин Трудо объявил, когда узнал, что Америка ввела и не изменила свои точки зрения, ввела все-таки 25% тарифы на ввоз стали из Канады, ввела 10% тарифы на ввоз алюминия из Канады, ввела другие повышенные таможенные пошлины. Джастин Трудо заявил, что он премьер-министр Канады, и при всем уважении к дружественной Америке, он вводит дополнительные таможенные пошлины на ввоз целого ряда американских товаров, в первую очередь фермерских товаров. Трамп тут же на него обрушился с гневной критикой, заявил, что Канада вообще ведет себя безобразно, 175% тариф на любые молочные изделия, он сказал, из Америки в Канаду вводит. Он, правда, не сказал, что Америка тоже вводит и ввела уже различные тарифы на товары из Канады. Заранее скажу, что даже по данным американского министерства торговли, у нас положительное сальдо, подчеркиваю, положительное сальдо в торговле с Канадой. То есть мы все-таки больше продаем в Канаду, чем мы покупаем у Канады, несмотря на различные разногласия. Но вот теперь началась торговая война с Канадой, Трамп раскритиковал Джастина Труда, тем более, что еще и Джастин Труда политически, если говорить, он довольно либеральный политик, а Трамп республиканец. И вот он говорит, что Джастин Труда его подвел, обманул, как же так, мы жали друг другу руки, мирно беседовали. А теперь вот Джастин Труда думает, наверное, что у меня нет в самолете телевизоров, сказал Трамп. Я сразу узнал, что он такую провел ужасную пресс-конференцию, обманул нас всех, что называется, нож в спину сделал. Как это он мог ввести новые тарифы на наши американские товары? Но в любом случае торговая война началась и с Канадой, и с Мексикой, и с Китаем, и с Евросоюзом, и с Южной Кореей, и с Японией. Но у Дональда Трампа другой взгляд на торговые войны. Он написал в социальной сети Twitter, вы знаете, президент очень любит эту социальную сеть Twitter, и он там каждый день несколько раз что-то пишет. И вот он написал в социальной сети Twitter следующее послание всему миру. Там говорится о том, что торговые войны – это хорошо. Когда такое государство, как Америка, теряет много миллиардов долларов в торговле практически с каждой страной, с которой она ведет бизнес, то торговые войны – это хорошо. И их легко выиграть, легко выиграть эту войну. Видите, easy to win. Легко победить в этих торговых войнах. Например, он сказал, когда у нас 100 миллиардов дефицит торговли с определенным государством, правда, он явно имел в виду Китай, и они при этом вот такие изображают из себя, что называется, невинность. Тут просто мы с ними не будем торговать, и все будет хорошо. Он явно имел в виду Китай, потому что только с Китаем в первую очередь Америка имеет такой огромный торговый дисбаланс. Но причина не только в том, что китайские рынки закрыты для Америки, но еще и в том, и с этим боролись министры финансов и президенты задолго до Трампа, о том, что Китай умышленно занижает стоимость своей национальной валюты юаня, удешевляет ее, а при этом американский доллар очень сильно, особенно последние годы он укрепился. И получается, что Китае очень выгодно продавать все, что угодно в Америку, а Америке, учитывая дешевую китайскую национальную валюту юань, невыгодно продавать ничего в Китай. Это помимо всего остального. И пытались уговорить китайское руководство, все прежние президенты, все прежние министры торговли и министры финансов. И Китай неоднократно обещал, в том числе не только Америке, но и всемирной торговой организации, что сделает все возможное, чтобы не было вот этого фиктивного удешевления национальной китайской валюты юань. Но по-прежнему, по-прежнему, китайская национальная валюта на несколько порядков не только дешевле американского доллара, но и реальной рыночной стоимости этой валюты. И да, действительно, Китай в этих торговых отношениях с Америкой, не только с Америкой, ведет себя, мягко выражаясь, безобразно. Вы, наверное, знаете, какой прием использует Китай, особенно последние лет 5-6. Китай запрещает американским и европейским фирмам, которые торгуют с Китаем, если эти фирмы имеют высокие технологии, если речь идет о чем-то связанном с компьютерами, с компьютерными программами, со всем, что мы называем высокими технологиями. Если кто-то хочет что-то продавать в Китай, то китайское правительство ставит условия. Нельзя открывать филиал европейской фирмы или американской фирмы в Китае только как совместное предприятие с китайскими компаниями. А раз совместное предприятие, американские компании и европейские компании, и канадские компании, и другие, должны делиться своими секретами торговыми, экономическими, промышленными, с китайскими компаниями. В первую очередь, высокотехнологическими секретами, в том числе, бесплатно практически отдавать китайским компаниям те или иные современные программы компьютерные, и не только программы. Разумеется, никто на это согласиться не хочет. Но в таком случае Китай говорит «до свидания», тогда вы не можете ничем торговать в Китае. И практически силой, ну вот таким вот способом, силовым таким методом выуживает американские торговые и промышленные секреты, европейские и других государств. И никому это не нравится, но все хотят торговать с Китаем. Китай – это огромный рынок. Речь идет о том, что огромное количество людей довольно укрепился в Китае в последние десятилетия, средний класс, и все хотят торговать с Китаем, поэтому вынуждены были, скрепя зубы, соглашаться с такими вот чудовищными, несправедливыми правилами торговли. И то есть Дональд Трамп прав, когда говорит, что Китай вот у себя действует безобразно, закрывает свой рынок, выуживает секреты, выкручивает руки американским компаниям, а сюда вот гонит все подряд в Америку. Прав в этом вопросе Дональд Трамп и действительно торговый дисбаланс в торговле между Америкой и Китаем. Ну, во-первых, я уже сказал, что торговая война у нас началась не только с Китаем, и я уже упомянул Канаду, и упомянул Евросоюз, и упомянул Японию, и упомянул Южную Корею, которая тоже, мягко выражаясь, не в восторге от всех этих тарифов. Хотя Трамп все время говорит, что предоставит им различного рода исключения, и есть такая надежда, что исключения для Южной Кореи, по крайней мере, в вопросах импорта поставок сюда стали, будет предоставлено. Но вот с Китаем получилось, что началась война вот эта. Китай так просто не сдался в ответ на санкции против китайских товаров, ввел ответные санкции против американских производителей и фермерских хозяйств. Ну, Трамп сказал вот сейчас и подписал уже решение о дополнительных таможенных пошлинах и тарифах на товары из Китая на общую сумму на 200 миллиардов долларов. Трамп считает, что Китай в итоге уступит в этой торговой войне по одной единственной причине. Китай продает в Америку гораздо больше, чем мы продаем в Китай. Я уже сказал, что у нас торговый дисбаланс огромный. И Трамп считает, что Китай в итоге сдастся, уступит, скажет, ну ладно, давайте вести переговоры, мы откроем свой рынок, изменим какие-то правила, уменьшим какие-то тарифы. Но пока Китай ни за что не сдается, абсолютно не сдается. И в ответ на все американские шаги ввел ответные меры, повысил ввозные пошлины на огромное количество американских товаров. Лягнуло в ответ Америку и Европа. Европейский союз тоже не сдался и не сказал, что вот все, ладно, раз вы уже ввели таможенные пошлины на нас, мы тоже согласны, что все так и будет и ничего в ответ делать не будем. Тоже ввели в ответ таможенные пошлины на многочисленные американские товары. И в результате, например, происходит ситуация, когда компания, одна из самых любимых Дональдом Трампом компаний, которая производит знаменитые американские мотоциклы, Харли Дэвидсон, Харли Дэвидсон компания. Очень популярная компания, которую Дональд Трамп хвалил, которая ставил в образец, что вот это наше местное производство, мы продаем наши мотоциклы Харли Дэвидсон, он говорил все время. Даже сфотографировался он однажды вместе с вице-президентом Майком Пенсом возле Белого дома, сфотографировался с мотоциклистами, с этими мотоциклами знаменитыми, Харли Дэвидсон. Но вот теперь эта компания объявила, что она часть своего производства, часть своих фабрик переносит за пределы Америки, уносит в другие государства. И теперь рабочие места из Америки потекут в другие страны. Это, конечно, сразу не понравилось Дональду Трампу, он тут же в социальной сети Twitter и везде стал критиковать руководство компании Харли Дэвидсон, возмущаться, как это так, вы рабочие места за пределы Америки выносите. Но Харли Дэвидсон ответил, извините, господин президент, но мы не хотим быть жертвами этих санкций торговых, нам невыгодно теперь считаться американской компанией. Мы хотим продавать наши мотоциклы из другого государства, привозить эти мотоциклы в другие страны, например, из Мексики, или стран Латинской Америки, или даже из Китая. Но никак не из Америки продавать наши мотоциклы, потому что теперь это становится невыгодным. Кроме того, естественно, используется и сталь в производстве мотоциклов, как вы знаете. Ну а на сталь Трамп тоже ввел таможенный тариф. Иными словами, все это бумерангом отвечает, бумерангом сказывается на американской индустрии, на американских производителях. И это очень печально. Ну а что говорить, например, про американские самолеты, про американскую космическую промышленность, про американские трактора. Ну в общем, все, что сделано из металла, безусловно, от этого пострадает. И я уже однажды говорил в своих передачах, даже простейшие вещи, бытовые вопросы, я не знаю, вилки, ложки, кухонные комбайны. Все, что для кухни хозяйке нужно, все неизбежно подорожает. И уже стало известно, причем это по данным нынешнего американского министерства торговли, стало известно, что за май 2018 года в среднем индекс розничных цен в Америке подскочил почти на 3%, на 2,9% подскочили цены в среднем по Америке на товары розничной торговли. Ну на это, опять же, президент Дональд Трамп говорит, что у нас стали расти и зарплаты, он сказал, бонусы, бенефиты и так далее. И в среднем, опять же, за май рост зарплаты доходов населения где-то 2,7%. Но опять же, получается, что рост цен начал уже опережать рост зарплат в Америке, рост доходов населения. И это, если такая тенденция сохранится еще до конца года и далее, вы понимаете, что это не самое приятное будет для американских потребителей. Впрочем, многие сторонники президента и многие работники этих фабрик, даже вот Харли Дэвидзен или там фермеры многие, жители тех штатов, где Трамп убедительно выиграл у Хиллари Клинтон в 2016 году, они говорят, он правильно делает, Америка ферст, он защищает интересы отечественной индустрии и постепенно, ближайшие 4-5 лет, все те государства, на которые он ввел эти тарифы, хотя они нам отвечают, нам придется больше тратить в магазинах, да, мы тоже немножко пострадаем, особенно при покупке китайских товаров, но ничего, игра стоит свеч, мы не можем больше иметь такой вот огромнейший дисбаланс в торговле с Америкой. Так что многие сторонники Трампа приветствуют все эти его шаги и на тех предвыборных избирательных митингах, где он приезжает в Штатах, аплодируют, когда он говорит, что вот он ввел эти новые таможенные тарифы, они говорят, правильно сделали, так и надо и с Европой, и с Китаем, и с Канадой, и с Мексикой, и со всеми другими государствами. Я сразу хочу сказать, что еще одна причина, почему в Америке всегда был торговый дисбаланс, помимо того, что действительно были протекционистские меры у других государств, и кроме того, что американский доллар очень сильная валюта, еще и тот факт, что в Америке просто больше выше зарплата средняя. Даже уровень минимальной зарплаты в Америке на порядок выше, чем зарплаты в некоторых государствах, там в том же Китае или в Мексике или в странах Латинской Америки. Зарплаты, льготы, бенефиты, пенсионные планы, медстраховки в Америке предоставляются на тех же, например, в тех же компаниях, производителях автомобилей, чего не происходит в некоторых других государствах. В общем, поэтому выиграть эту торговую войну не так уж легко, как говорит Трамп. Он говорит, что очень легко будет выиграть эту торговую войну. Ну, изи, как он сказал, вообще любая война, это никогда не изи, никогда не просто. В том числе и торговая война, это неприятная вещь, и ответные меры уже начали ощущаться. Например, есть такой замечательный штат, я в нем был очень красивый, приятный, Мэйн. В этом штате одна из главных индустрий, очень популярная. Это вот лабстеры, вы знаете, эти знаменитые лабстеры, вы видите, вот этот Мэйн лабстер фестивал, каждый год проводится, в Мэйн приезжают со всей Америки, чтобы попробовать это, чтобы посмотреть на это чудо, добывают огромное количество лабстеров. Кто же самый главный потребитель лабстеров из Мэйна? Самый главный потребитель – Китай. Да-да, именно китайские представители среднего класса Китая, в первую очередь, в Пекине, в Шанхае заказывают в Мэйне лабстеров, просят, пожалуйста, привозите в огромных количествах, в рестораны, туда, в Китай, больше всего. Поэтому, естественно, эта индустрия в Мэйне, работники одной из фабрик в Мэйне уже сказали, написали обращение к президенту с просьбой сильно так вот не давить на Китай, попытаться все же договориться, провести переговоры, может, используя всемирную торговую организацию, может, используя какие-то арбитражные суды, попытаться договориться с китайским руководством, чтобы все-таки не пострадали эти работники в штате Мэйн. И Трамп ему же ответил, что мы будем продолжать защищать ваши интересы, вы пока потерпите. Ну вот у нас есть фотография работников этой фабрики в Мэйне, и они знают, захотят ли они вот долго терпеть, что у них заказов из Китая стало примерно в два раза меньше сейчас, из-за того, что дополнительные тарифы, то есть подорожали лабстеры сейчас, которые поставляются в Китай, они подскочили примерно в среднем. Где-то на 30% стали дороже, и их стали гораздо меньше заказывать из Китая, и это уже отразилось на многих бизнесах в штате Мэйн. Так что Америка, американские производители, американские фермеры, американские работники уже несут убытки, и недовольны они этим делом, даже хотя они понимают все и про торговый дефицит, и про дисбаланс, и про Америка ферд, что Америка должна быть первой. Они понимают, но когда по своему карману бьет, это очень неприятно. Далеко не все согласны и платить больше за китайские товары, и вот терять в бизнесе в данном случае мы, оказывается, тоже что-то продаем. И в Китае, и в Канаду мы очень много продаем. Если говорить про Канаду, например, мы туда продаем всякие продукты, связанные с соей. И вот фермеры, на фермах по выращиванию сои, тоже все возмущаются, они говорят о том, что они не хотят платить за эту вот торговую войну. Канада уже сократила закупки американских соевых продуктов, говорят о том, что Канада, ну, говорит, мы друзья, но, как там, но денежки врозь, да? Дружба-дружба, денежки врозь. Поэтому можно понять Джастина Труда, он премьер-министр Канады, он не премьер-министр Америки. И он говорит, что он тоже должен защищать интересы Канады, и поэтому он ввел ответные меры, ответные тарифы, что очень возмутило, очень возмутило Дональда Трампа, который сказал, что это просто безобразие, что Канада как-то отвечает на тарифы. Неужели наш президент всерьез думал, что Америка введет различные таможенные тарифы, дополнительные пошлины на ввоз товаров из всех разных государств, и никто никак не ответит. Разумеется, они начали отвечать, что и раньше тоже происходило. Я помню эту историю, я уже рассказывал с Джорджем Бушем-младшим, когда Европа тогда тоже влепила 30% таможенные пошлины на все американские товары. И тогда пришлось Джорджу Бушу уступить. Но Трамп уступать не хочет, говорит, что он все правильно делает, и что эти таможенные пошлины – часть торговой войны, которую он и Америка обязательно выиграют. Ну, как говорится, поживем-увидим. Здесь хочется заметить, что мы живем не в тоталитарном государстве, что у нас есть разделение ветвей, у нас есть исполнительная власть – это президент и кабинет министров, у нас есть законодательная власть – Конгресс США, и есть судебная власть – это Верховный суд Америки. И хотя сегодня уже и Белый дом, и Конгресс США, и практически уже вот-вот скоро и Верховный суд полностью контролирует республиканцы, консерваторы, это вовсе не значит, что все консерваторы и все республиканцы, в том числе политики республиканцы, полностью согласны со всем, что делает президент США Дональд Трамп. А абсолютно нет, совершенно нет. Ну вот, например, совсем буквально на днях в Сенате США по инициативе сенатора-республиканца от штата Теннесси Боба Коркера прошло голосование по резолюции, которую он предложил. Он предложил резолюцию, что президент США, вещь не шла в данном случае о Трампе, а вообще президент США не имеет права вводить какие бы то ни было дополнительные таможенные пошлины против других государств на основании интересов национальной безопасности. Трамп, когда вводил все эти пошлины и тарифы, вы видели, он подписал этот указ, то есть он не обращался в Конгресс, он обращался только к своим помощникам, причем его, собственно, глава его экономического совета, Гарри Конт, он тогда подал потом в отставку после этих пошлин. Так вот, Трамп подписал свое исполнительное распоряжение. Он уведомил, конечно, Конгресс, Конгресс про это узнал, прочитал в газетах, посмотрел по телевидению, услышал от президента. Но это вовсе не значит, что Конгресс США с этим согласен. И, как показала жизнь, Конгресс США с этим не согласен. За инициативу Боба Коркера о том, чтобы Конгресс США имел возможность, имел возможность утверждать новые таможенные пошлины, которые вводятся в интересах национальной безопасности, за эту резолюцию Боба Коркера проголосовало 88 сенаторов США. 11 проголосовало против. Иными словами, за предложение сенатора Боба Коркера проголосовали не только все, как я теперь понимаю, демократы, но и подавляющее большинство республиканцев. Из 100 сенаторов 88. Это очень забавная цифра, кстати. Вы знаете, очень популярная китайская цифра 8. А 88 это уже вообще, как говорят, good luck, на счастье, на везение, на удачу. Мы говорим в данном случае про торговую войну с Китаем. 88 сенаторов проголосовали за то, чтобы президент не мог руководствоваться интересами национальной безопасности, когда вводит тарифы против других государств без согласия Конгресса. Вот такую резолюцию одобрили 88 сенаторов США. Палата представителей по данному вопросу не голосовала. Очень важно подчеркнуть, что эта резолюция не носит обязательного характера к исполнению. По-английски non-binding resolution. То есть резолюция, которая призывает Трампа такого не делать. Призывает по одной единственной причине. Трамп использовал ранее существовавшие законы о торговле для того, чтобы ввести новые таможенные тарифы. Но не случайно обиделся Джастин Труда, премьер-министр Канады. Ведь, как можно говорить об интересах национальной безопасности, получается, что Канада, Япония, Евросоюз и Южная Корея угрожают национальным интересам безопасности США. Речь идет о национальной безопасности. На что Трамп говорит, да, угрожают. В данном случае угрожают наши экономики. Многие люди остаются без работы, поэтому и имел право использовать вопрос о national security, о национальной безопасности. Но вот сенат США с ним не согласен. Сенаторы, демократы и республиканцы с Трампом не согласны. Говорят, что он не должен был, по крайней мере, призывают его не использовать отмазку, вот этот экскьюз, оправдание, что это в интересах национальной безопасности. Нужно ввести таможенные дополнительные пошлины на товары любые из Канады, например, или там из Мексики, дружественных Америки государств. Хотя я не уверен, что Трамп считает, например, Мексику дружественным Америки государством. Впрочем, он недавно говорил, что вот наши друзья, наши союзники тоже нас пощипывают, обирают, и поэтому эта торговая война просто необходима. Мне все же хочется надеяться, что, раз уже мы видим, что и политики, и республиканцы многие, и советники Трампа, я сказал, ушел в отставку, Гарри Кон, глава экономического совета при президенте, тогда ушел в знак протеста против начала этой торговой войны, он не согласился с этим решением. Что все же здравый смысл возобладает, но пока мы находимся уже сейчас в середине этой торговой войны. Раньше мы говорили подступы, потом начало, сейчас уже она в разгаре, и ее эпицентр будет в ближайшие несколько месяцев. На мой взгляд, жертвами этой войны станут, в первую очередь, потребители Америки, которые будут платить намного дороже за товары из всех других государств, в первую очередь за товары из Европы, за товары из Канады, за товары из Китая. Пока я не увидел, чтобы хотя бы одно государство, против которого Трамп ввел тарифы, пошли на уступки, сказали, ну ладно, давайте договариваться, они пока подают жалобы и протесты во всемирную торговую организацию, тем временем Трамп заявляет, что если так дальше будет продолжаться, то он выведет Америку, США, из всемирной торговой организации. Мы уже знаем, что Трамп не любит международных соглашений, он любит двусторонние соглашения, а не какие-то всемирные или международные организации. Если Трамп выведет Америку из ВТО, то тогда рычагов воздействия на другие государства, на мой взгляд, в Америке будет намного меньше, оказывать как-то через союзников на другие государства будет намного сложнее. В общем, сегодня мы поговорили с вами о торговых войнах, мы поживем и увидим, выиграет ли Америка, как обещает наш президент, эту торговую войну, но пока, как я уже сказал, цены на различные товары в Америке и продукты начали расти, и они будут расти дальше, именно поэтому Федеральный резерв американский уже говорит о том, что есть угроза инфляции, то есть рост цены будет принимать меры для того, чтобы эту инфляцию замедлить, чтобы не было витка инфляции серьезной в Америке. Федеральный резерв будет и в дальнейшем, скорее всего, уже до конца этого года, снова поднимать свои ставки для того, чтобы предотвратить виток инфляции. В общем, мы живем в интересное время в Америке, но очень хочется все же, чтобы наш президент все же консультировался хотя бы со своими советниками и со своими однопартийцами, прежде чем делать вот такие радикальные шаги. Между тем он обещает новые таможенные пошлины, не только на китайские товары, и не только на сотни миллиардов долларов, но и на Европу, и на Канаду, и на всех, кто не согласен с тем, что он делает. Мне кажется, все-таки воевать с друзьями так резко и со всеми, это не совсем правильно. Ну, Трамп у нас бизнесмен, он лучше знает, он миллиардер, он считает, что ему лучше все известно, и поэтому он так ведет себя, он считает, что в этой истории, в этой торговой войне Америка победит. Ну что ж, я желаю нашей стране Америки только побеждать во всех войнах, включая торговые, но мне не хочется все же, чтобы Америка вела много войн, и одновременно со всеми, в том числе с друзьями. Ну, а вам я желаю всего самого-самого доброго, и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Арий Каган, чтобы у вас были только, как всегда, хорошие новости и прекрасное настроение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok